Здорово, стратегические жевжики! Вы видите, слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю проходить Old World за персов! Предрелизная версия, предрелизная игра, но всё равно, если случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, пожалуйста. Ссылочка в описании, в прикреплённом комментарии. Ну а спонсоры канала, по идее, должны все серии видеть сразу во вкладке сообщества. Давайте, большое спасибо, кстати, им за поддержку, несомненно, в это сложное для всех время продолжают меня поддерживать, становиться спонсорами очень круто. Так, давайте продолжим, значит, я считаю, что я расселение пока предварительно закончил, больше мне по-хорошему селиться негде, остались вот либо нумидийцам войну объявлять, либо карфаген захватывать. Я вот думаю над тем, чтобы с карфагеном повоевать, чтобы у меня в тылу не было никого. Давайте посмотрим, какие у нас отношения. Ну, с Египтом хреновые, вот Египет-то ладно, Египет хрен знает где. С Ассирией плоховато, ну вот, кстати, обратите внимание, так как мы видим здесь границы, значит, вот тут уже Ассирия поставила город. Вот, то есть могут быть проблемы с Ассирией, но с другой стороны Ассирия воюет с Египтом, и мне кажется, у них-то проблем побольше, потому что они тут прям очень рядышком находятся. Что, не знаю, может мне все-таки карфагеном заняться. Но написано, что он сильнее. Но мне надо лук открыть, апнуться в лук моих прокачанных прачников, и тогда, возможно, повоевать. Ладно, давайте смотреть, что у нас тут. Амбицию, у нас новая королева, давайте ей амбицию. Три города, контролировать три города с легендарной культурой, это тяжеловато будет. У нас всего один город с высокой, а легендарная это следующее прям. Так, какие там еще есть. Десять военных отрядов уничтожить. А вот это, вот это возможно. Берем. Мы уже половину амбиций всех с прошлым королем выполнили. Я считаю, мы молодцы. Давайте здесь, наверное, домик. Сначала. Так, нумидийцы пришли просить у нас... Царица Лыбец устрашающая, поэтому к нам прибыли... Так, значит, союз с нумидийцами. Либо они платят нам дань, но мне железо не нужно. Пятьдесят три железа... У меня дофига железа. Деньги. Камень. А вот камень я бы... Блин, и дерево. Слушайте, давайте, наверное, дерево возьму. В течение сорока лет шестьдесят дерево, тем более, что я... Да, давайте, наверное, просто дерево. Знаете, что надо еще посмотреть? Может... Ой, блин, я забываю, что это не... Не Цива. Тут по-другому надо ходить немножко. А, видите, уже вот здесь я не могу красить или собрать, потому что слишком далеко. Тоже зависит от дальности. Так, знаете что? Я хочу посмотреть, какие мы чудеса можем построить. Пирамиды. Оракул. Блин, я же на что-то еще цивики коплю, я уже забыл. А-а-а, я хотел укрепить религию. Я ее укрепил на самом деле. Да? Религия уже укреплена законничеством. Странно, кстати, иудаизм, и Египет, и Осирия считает этим, но они между... Иудеи, короче, между собой. Воюют. Законы вроде я никакие не хотел принимать. Вот это открыто. Но мне кажется, что эпос, что дальняя разведка мне сейчас уже бессмысленно. Тут служение мне больше нравится. А тут, что колонизация, можно покупать клетки, бонус передвижения через реку. А закрепощение фермы и пастбища на 20% больше продукции. Не, мне кажется, имеет смысл попробовать чудо построить. Для этого надо камень накопить, правильно? Пирамиды. Пирамиды. Стоимость принятия законов дешевле. Оракул. Плюс 10 золота вход за каждую религию. И по завершению бесплатная шпионская сеть в каждом священном языке. Хоть интересно. И камня он меньше требует. Хм. Висячие сады. О, тут во всех городах. И, кстати, висячие сады тоже классно. Давайте попробуем. Оракул и висячие сады. Урвать. В чем сначала с оракулами? Ну, конечно, 400 камня нам надо. Восстановление. Ну, я бы тут стены сделал. Сначала форум, потом стены. И в этом городе стены. Вот тут я... А, тут я уже стены сделал. Может, второго уровня форум? Пермер. Ну, в общем, можно еще рыбак на жемчуг. Рыбака на жемчуг. Давайте рыбака на жемчуг. Вот тут у нас жемчуг, да? Так, и у нас шелк доступен. Я забыл его в Персеболе отправить. Вообще, где у нас сейчас на данный момент больше всего прирост несчастья? Плюс 11 Прафтасии. Ну, это недавний город. В принципе. Ведь он нулевого уровня. А так, самое большое у нас в Садарвазе. Плюс 9 и уровень 5. Ну, тут потому что нападали на него. Блин, 21... 21 приказ. Так, во-первых, надо шпиона... Вот видите, Грецию я открыл в конце прошлой серии. Давайте теперь шпиона, наверное... Ну, в Карфаген надо полностью... Открыть Карфаген, если мы планируем на него нападать. Так, ну и пока... Все. В какой-нибудь семье. Давайте, наверное, мехронидам еще... Дар преподнесем. Денег у нас дофига. Блин, 17 приказов. Что-то осталось. Ну, я просто не хожу этими... Пойдя, мне там... А, да, я шпиона посадил в Рим. Сеть создавать. Через тихоньку... Могу сюда агента отправить. Блин, эти еще поплыли. Нифига себе. И сломали шахту. И сюда еще. Да, блин, опять... Так, постоянная рвота и диарея подказывает вам о том, что царица Лыбить тяжело больна. Черт. Теридат затмевает вас не только в учебе, но и на встречах и других мероприятиях, посвященных искусству управления. Вы изнаваете от скуки на долгом приеме делегации старейшин из Катура. Те просят назначить кого-нибудь наместником в город. Так, ну давайте попробуем назначить. Гарпага ученого. Но распутный, правда, будет. Плюс два к несчастью. Жестокий. Ладно, давайте, наверное, Гарпага. Давайте Гарпага назначу. Хоть наукой немножко побыстрее будет. Разведчик стремительный. Мудрость. Хоть стремительный. Ладно, сюда, мне кажется, перебросить еще прачника. Блин, я, наверное... Хотя... Эти ополченцы, они буквально... У них содержание одно яблоко, по-моему. Так что ничего... Смысл их... Расформировать, мне кажется, нету. Так, ну, границы Рима, да? Кстати, внутреннее море такое маленькое довольно. Я думал, карта будет... Что море побольше, суши поменьше. Так, тут я тут что строю? Деревню. Ну, вообще, гарнизон можно сделать. Давайте сюда. Давай, тут, напоминаю, тут не захватываются рабочие, но им можно ранение наносить. Я думаю, он все равно будет атаковать, скорее всего, город. Так, подождите, а почему? А, тут надо два городских здания, чтобы я мог вам амфитеатр строить. Здесь точно. Давайте, наверное, тогда дороги проведем. Я вроде и коплю, конечно, камень на чудеса, но дороги тоже важны. Так, стены. Форум построили. Нет, наверное, это пастуха делать. Сейчас подумаю, где. Чтобы, наверное, вот здесь. Чтобы территорию присоединить. То есть, Карфаген эти дороги проложил. Блин, 15 приказов. Тут дорогу бы провалить. У меня, как бы, города соединены, но дороги... Я вообще вот тут бы, наверное, дорогу проводил. Так, этого город. Маловато юнитов. Блин, все-таки надо юнитов побольше построить. А рабочими надо бараки строить, блин, а не амфитеатры и прочую фигню. Чтобы я мог быстрее юниты строить военные. Что-то я в строительство домиков реально пошел, а там Карфаген-то сильнее меня, например. Эти сильнее. И по науке они лучше идут. Кагаю, не будет рабочего трогать, будет на город нападать. О-о-о! Следующим... Следующим ходом выбить умирает. Господи, всего 54 года женщины-то. Ай-яй-яй. Так, царь мани непобедимый просит у вас содействия. Во время недавних военных походов походов римлянам не хватало обученных воинов. Ну, вообще, я бы послал. Потому что, видите, предел 2000, это предел, больше не накапливается. Так что, я бы послал 250 очков. Так, с вами встречается верховный советник. Я делаю все, что в моих силах. Я стану верной покровительницей ахиминидов. Да, это мы улучшаем отношения с ними. Так, давайте добьем этого парня. Так, дальше в Мишапуре. Здесь бежим сюда этих атаковать. Так. Так, убью. Ошибись. И высаживаемся. Так, атакуем. и лошадкой добиваем. Не, не добили. Слушайте. Фак. Чуть-чуть осталось. Блин, плохо. Давайте прачника. Мало у нас юнитов. Так, подождите. В Риме я могу вот сюда кого-нибудь отправить. Но это опять же стоит... А, только приказы стоят. Так, ну давайте вот эту пармиду интриган. Видите, мы сразу видим, что в Риме происходит. о, должны добить. Отлично. Так, у нас вот тут только остался, но он вроде как с карфагенскими юнитами борется. так. 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 одна деревня только может быть он давайте здесь тогда не давайте вот здесь он аден так если я хочу чудо строить важно там где она будет находиться а это рабочие какой семьи и да кстати я вам говорил что раненые рабочие на один ход дольше строят но и рабочие принадлежащие к другой семье на один ход дольше сверните вот этот рабочий строит домик дольше чем если бы этот строил так оракул городское здание в любом месте можно строить в любом месте можно строить эти вот здесь а холм все-таки написано требуется холм блин красными буквами написано ладно давайте на этом холме так теперь чтобы нам построить оракул нам не хватает ну тут просто можно на alt нажимать эти за 2764 монеты нас денег дофига 300 вход я думаю нормально понеслась 11 лет написано подождите было столько что 10 почему сейчас 11 за счет чего у нас уменьшилось это рабочий этой семьи да ну ладно 11 так 11 но странно другой стороны тут так сделано что если вы начали строить чудо то у вас уже другие цивилизации его угнать не могут пока вы его строите так ну завершаю наверное пример кучи что карфаген сейчас сам на меня нападет пока это всякую фигню строю нереально надо юниты в городах и бараки строить они вот это вот все так я еще хотел висячие сады на самом деле где-нибудь начать то что он прачника атакует слава богу главное не горы чтобы атаковал так этот переходит в следующее а слушайте да это не та амбиция это а это амбиция становится наследием у нас новый король тиридат тире баньк эти вот тире баньком назовем королева скончалась ну вот видите рим был в долгу возвращает 870 монет завершает изучение философии кем он послужит так чем мы сейчас можем выбрать кто у нас будет король тактик а если тактик то как правитель плюс 2 ну такое а фанатик фанатик кстати по моему прикольно он нам что-то покупать может что ли при 60 менее религии можно ускорить производство за муштру между прочим мне нравится правда минус к мудрости он и так туповат честно говоря ну давайте лучше фанатиком чем тактикам так нового наместника можем выбрать блин все какие-то хреновые король еще и минус тридцать две деньги дает ну правда ростом давайте короля поставим блин ну минус тридцать две деньги конечно сурово амбицию выбрать открыть арбалет принять закон о священной войне заключить мир с тремя племенами или нациями а если пока ничего не будем применять ой мастер разведка мы наверное на мудрость прокачаем вот эта фигня ведь уничтожить 10 военных отрядов тут что-то не переведено туда ты должен какое-то условие быть возможно уничтожить 10 военных отрядов вот этими юнитами я сейчас я проверю кстати попробую да блин нет не засчиталось нет я думаю может и если у тебя полковой ну блин уничтожить 10 военных отрядов видимо не варваров имеется в виду тогда хрен мы это сделаем так мы теперь можем ускорять замуштру вот она правда ускорение добавляет несчастье поэтому я бы это делал над на том что очень медленно строится 4 3 хода ну вот можно в правтасе просто потому что здесь пока вообще ноль несчастье а растущая культура еще не во всех городах это можно сделать блин так ладно что еще раз фанатик на как полководец отряд ему может быть не как как правитель плюс 60 мнение можно ускорить производству замуштру и плюс один предел усталости так ладно что я хочу во первых бараки начинать строить а я не могу казармы я имел ввиду а ко мне просто не хватает но я щас сделаю камень куплю с то бараки добавляют видите очки военные чтобы быстрее строились юниты о скаут обратно вернулся так может кстати в египет внедриться тогда столицу египта имею ввиду проход туда есть вот она столица восстановим город потому что когда поломаны стены это добавляет еще несчастье наверно наверно постоим были что-то развитием я все-таки не очень ребят амбиции конечно выполняются но я не смогу обнять там каждая новая амбиция на более крутая на очень большие сомнения что я смогу выгол выполнить так доступные кандидаты в садар вас надо посадить еще у меня наверно цивиков не хватит чтобы посадить да можно посмотреть пока что тут есть но от митридат интересно правда он еще будет несчастье добавлять уже шестой уровень видите минус 30 процентов к росту к науке и плюс 30 процентов к содержанию так мы внедрились хотя в карфаген открылись все города карфагена у него раз два три 4 5 5 городов карфагене окей теперь давайте в сирию ассирию а этот пускай улучшает отношения блин минулись и минус 160 от их недовольство это это от городов так как на самое большое недовольство в садарвазе он удовольна много добавляет недовольство именно семье черт плюс надо за 1 3 еще вот в эти города по идее нужно автоматом еще разноситься но я не помню с каким этим так я хотел переименовать в теребонька теребоньк типичное персидское имя по моему да мало конечно пожелаю улыбить ну зато теребоньк будет наверное долго он 18 лет как раз ну фанатик правда туповатый тоже нехорошо ну мне кажется что мне лучше с карфагеном воевать чем с нумидийцами что я буду получать ну если я буду конечно побеждать буду продвинутые города получать а на месте нумидийцев мне надо будет свои новые ставить манихейство появилось а дипломат у нас умер черт так делегация от нумидийцев прибыла ну в общем вожди нумидийцев предлагают какую-то принцессу нумидийскую в жены а мехрониды говорят что нафига с этими варварами жениться вот тоже но мне больше нравится вот это из семьи мехронидов что мудрая дисциплинированная нехрабрая но так для женщины это и не важно что я скорее на эту партию соглашусь тут из-за того что закон служения принят олигарх мандана младший начинает сговариваться с царем теребоньком ужас какой не давайте мы должны поторговаться и у нас снизится на 40 несчастья в персеполисе дарвазе и артакаане ну 1100 заплатим правда но оно того стоит им так теперь этого мы лечим но я хочу так подождите а у нас вот эти строения они считаются за дорогу я не помню мне кажется они считаются все что построено это считается дорога ведь она зеленым горит мы показываем торговая сеть нет вот дороги все таки надо тут делать дороги тогда чтобы оно я не знаю вот это странно я считаю что районы города должны быть тоже дорогами сами по себе ладно в любом случае мы сначала лечим и я надеюсь что следующим ходом попытаюсь начать висячие сады сколько будет стоить купить интересно камень блин сейчас камень самый дорогой черт наверное попродаю еду тогда еды у нас немерено так игра предлагает мне здесь казармы строить ну в принципе давайте надо камень купить ну удерживайте альт просто тормозила просто тормозила так скаутом мы бежим к столице Египта все вы унул да видите я могу сразу сюда добавлять на самом деле давайте наверное супругу хотя парите а в дипломаты у нас кто нибудь есть да есть но тут нужно будет сто цивиков я сначала чудо начну строить вообще очень странно конечно отправить супругу в столицу Египта этим агентом как же у нас будут появляться наследники ну проверим вообще что-то не особо тут у Египта построено все как у них по силе ассирийц сильнее Египет той же силы то есть ассирия сильнее Египта и у них война я бы наверное тут стоял этой колесницей просто контролировал как тут появятся опять варвары ну 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 повышение хорошее метки стрелок дальность тут тоже просто дофига это охотник а хотя не закончу ход и этим ходом я новым ходом надо начинать висячие сады именно в персепале потому что там бонус висячих садов на рост они наверное рядом с рекой у тебя вообще странно было бы висячие сады именно рядом с рекой строить а сын то родился не зря то что мы направили ее фиг знает куда так годами ваша жена пармия демонстрировала природные данные для публичных выступлений и она хочет просит тренировать ее в этом да давайте 440 плюс 2 харизмы получит ошиблись так значит висячие сады требуется река да все таки требуется река ну поставлю рядом с рекой это не страшно вот здесь где-нибудь все города плюс 20% 4 да давайте вот сюда нам не хватает чисто камня дерево у нас уже дофига цивики есть 400 камня надо три тысячи четыреста пятьдесят пятьдесят три монеты значит продаем пока еду еду control зажимаем три тысячи только по-моему хватает уже до 3 тысячи четыреста пятьдесят три лично так ну пирамиды было бы еще интересно или уже следующего уровня форусский маяк вообще форусский маяк прикольно все города плюс 100% продукции от сетей а у нас вот четыре сети вот три сети ну то есть в принципе может быть еще сюда когда-нибудь город поставим и пора уже тут действительно шахту блин ставил ради золота и до сих пор шахту не построил на золоте так тут гарнизон сделан бараки бы сейчас построить эти вот сюда наверно казармы казармы 492 ой я купил вместо того чтобы продать пак кучу денег потратил чёрт так ну вдоль границ мы практически проплавали давайте море само пытаться открывать если это как пример средиземного моря то должны быть острова внутрь кутики пар крик все-таки как стены тут нужны 397 еще еще так так вообще надо бы еще добычу вот типа такого поделать вот здесь рядом добыча камня рядом с горами работает поэтому надо как-то вот здесь ставить добычу камня сюда спица сажать так теперь ахиминидом надо дар 400 монет еще кучу еды продаем ну я больше не буду что-то сильно покупать потому что вот главное чуть сам и начали строить все-таки это очень большой буст даст так следующим ходом цивики надо на назначение дипломата потратить так а что у нас минус зороастризму дает интересно мы разные ученые фанатик а глава зороастризма ученый нифига себе и и глава персидского язычества ученый как ученые смогли стать главами религии просто очень интересно так сообщение около артоспаны и ассирию мы открыли так из ассирии прибывает конный посол в сопровождении лучших ассирийских воинов он передает послание царица эзипту новоявленная готова отказаться от войны только если мы заплатим дань не ну минус 13 науки у нас вообще их 34 или пускай войну объявляет он воюет и так с египтом блин египет уже слабее то есть они все теряют ну блин я бы наверно все таки дань заплатил так сколько она 680 хочет не хочу вот мне карфаген интерес с карфагеном интереснее повоевать хоть тут тоже сильнее ну и фиг знает знает на самом деле что вот это сейчас за амбиции имеется в виду нафиг я ее выполню так так надо все таки бараки строить и и в города губеров отправлять цивик появился вот сюда точно надо митридада наверное понимаю тут ну просто в этом городе так дохрена уже не счастье плюс один знаете такое постольку поскольку да но у меня должны споры жемчуг еще появится так где тут казармы хочу построить тут строю уже казармы а а а ну может мы все таки одних пока тут достаточно ну давайте каменоломню тут бонус за счет того что рядом с горой и знаете наверно сюда пастуха в данном случае охотника охотника вот это все присоединилось так так что я тут рабочего делал так тут я казармы делаю да ммм тогда давайте сюда одион сто восемьдесят одна монета так так с армиями я тут вроде ни с кем не воюю что я сюда лучник а что я сюда прачника ладно подожди давайте беремый поездим поплаваем поплаваем подожди у меня уберемый так а откуда у меня дополнительный фанатик потому что дополнительный видите ход появился что у всех юнитов да похоже на то но тут мы прачника сделали в персепале надо какого-то специалиста а во минус несчастье будет в садарвазе в садарвазе юниты делать блин у меня приказов и так дофига давайте городской совет у меня мало цивиков подождите я какой-то вообще закон хочу принять вот у меня есть эпос дальняя разведка либо колонизации закрепощения да блин на самом деле не особо это наверное просто этих апостолов блин семь ходов вообще долговато но надо распространять зероастризм тут повышение сделаем против отрядов ближнего боя против отрядов ближнего боя полководца полководца можно назначить ну давайте лечение на ней тро а что это означает желтенькое другой религии и мнение возмущения как полководец минус пять процентов к си к защите будет дарья стремительного возьмем так сколько у нас семь лет до оракула и девять лет до висячих садов ну я пока первый по очкам вместе с Грецией это чисто развитие вообще конечно по хорошему бы вот тут и вот тут все таки поставить города так не хочется с намедийцами воевать ой блин а у меня вот тут починить надо так верховный советник скончался на службе ваша сестра второй наследник скончалась полководец прачников скончался на поле бояшниском не воюю вроде ну теперь наверное лесопилки пора открывать так во первых я могу сейчас всех этих ребят апать в лучников восемьдесят очков и семьдесят пять дерева нормально так вот один ход он доделает я успею починить у в а будем скучать по сестре они планируют вас убить но ведь я не могу требуется царь теребонь к 7 грехов или 7 добродетелей чтобы было ну придется мне их обоих бросить в тюрьму и минус 2 легитимности несправедливо заточил их блин на тебя все тут против меня планируется разное так у нас появился жемчуг семьям я вроде семья которая хотела жемчуг я им уже выдаю так что надо в садарваз самый самый несчастный город в персии эх так ну и нам нужно дипломата и верховного советника ждем сотни цивиков так тут мы пастуха сделали вообще еще два жителя есть надо давайте апостола так они рыбак тут у нас на просто на рыбу ну тем не менее давайте чё так все специалистов будет блин 19 приказов а я в ассирию уже внедрился ассирию я уже вижу все города еще куча свободного места так значит египет давайте теперь нечего эти задания агентов могу делать у меня сидят агенты в риме и в и уму а еще могу украсть исследование между прочим но это цивики стоит 110 90 90 110 он давайте пока внедряться карфаген вижу ассирию вижу грецию вижу вину еще осталось египет и рим на самом деле эти невыполнение легитимности минус вы не выполнение амбиции минус 5 к легитимности тоже не очень кайфово думаете это музло какое-то персидская у разбойники пошли мастер разведка становится последователем персиза почему почему их они больше идут именно о война с нумидийцами причем видите так как я не мудрый то собственно да ну война с нумидийцами так война с нумидийцами тут я уже ничего не мог сделать не задержать и заключить мир с грецией желаем о даже ему можно 230 еды дать мы лучшим отношением и станем милостивым давайте добавим две харизмы так раз у нас война с нумидийцами кстати тут карфаген поставит город в итоге начинает будет вот это место сначала зачистить минус 5 дерево потому что лучники требуют дерево на содержание хватает пока немножко добить мне кажется мне этих трех лучников тут хватит не буду этих я лучше туда вот с этими ребятами разбираться вы крит отличный прошел нет гарнизон не хочу хочу с пастбище начинать так младший поэт это все в персепале да давайте тоже апостола или поселенца сколько здесь поселенец будет 9 а здесь 14 но я могу ускорять за муштру давайте здесь начну поселенца а тут требуется растуль культура растущая она тогда форум где у меня растущая культура так высокая растущая 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 значит персепаль артака на садар вас и котура в которой сейчас следующим будет поселенец и я его куплю за муштру следующим ходом чтобы здесь город поставить так блин что я тут хочу построить на пастбище пошли куплю приказы меня дофига муштры вот реально так вышел отсюда на медийцы пойдут на меня интересно для были хорошие хорошие отношения тут вдруг ни с того ни с сего я обязан ему прям войну объявить и по а карфаген с ними воюет а воюет тоже достали они его ну вон карфаген там город поставил блин неприятненько конечно блин надо как-то прачников спасать это неизвестный как теребоньк зодчий 80 процентов карты контролирует пять старших специалистов восемь законов ой 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 ну пять старших специалистов вообще возможно ладно давайте это примем вот это я скорее всего не выполню не беспокойся тут 0 минус 7 теперь тут будут покупаться постоянно просто недостающие дерево то есть пока мне хватает деньги тут можно не беспокоиться выжившие знаете намедийцев единодушно преподносит вам нарушение множество драгоценностей украшений искусную вышивку и орнаменты все это традиционное облащение вам как завоевателю полагается носить полководцы ворчат у вас за спиной но есть же такое понятие как мудрость к недавно побежденным я не желаю пятна связи с дикарями плюс 2 легитимности минус 20 отношения это награды принадлежат мне по праву минус 2 легитимности но будет иноземцем и поместить эти сокровища в нашу казну давайте в казну поместим я еще могу этого проатаковать так ну тут мы разберемся вот тут меня беспокоит блин чуть-чуть не хватает добить коня да блин нет мы будем стоять внутри так здесь я начал делать посела я его могу ускорить за 590 муштры и 24 несчастья давайте сделаем быстрее надо город тут ставить если они отвлекутся на рабочего я не беспокоюсь мне я не хочу прачников убивали рабочих фиг с ним так этого апостола так а кто у нас у нас артакаана без религии и артоспана выше у нас несчастье в артакаане по моему да так и где она туда надо идти ну кстати достаточно даже в границах просто быть не обязательно прям в город заходить у египта 26 приказов ну примерно как у меня окей просто сравнить развитие у вас серии 18 ой там 30 с чем-то было у вавилона кстати интересно они между собой они не будут между собой драться да ух ты рабочего решил ассирия перемирие с фракийцами египет и ассирия провозглашают перемирие ой блин и сейчас еще ассирия на меня с другой стороны нападет египет мы открыли да мы становимся последователем зороастризма все время забываешь что надо становиться последователем зороастризма а не что мы автоматически как вступили на трон его последователи так сначала здесь надо завершить отлично все место это держим этим лучником летим на помощь блин у него уже какие-то копейщики но умея копейщики не страшно и против верховых юнитов а у меня стреляющие блин блин надо конечно апаться в лучников блин чуть-чуть опять не хватает что делать будешь не тут стоим чем и где-нибудь прачник незадействованного нету да дороги не построены короче развития все развитие просрано мне такое ощущение так распространяем зороастризм и у нас только арта спана не в зороастризме поселенцы завершены ну давайте командиров мне все равно надо старших специалистов делать в дальнейшем так рабочие не могу я пока ни вино ни цитрусово обрабатывать потому что не открытые плантации блин а мне нужны шахты у меня железо как бы не надо мне железо не надо быть может просто дорогу буду ввести блин даже не знаю подожди тебя сюда эти рабочие блин 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 вот он так вот все рубить то он потом вырастает Что, я думаю, надо это сделать для апа. Тут, правда, леса нету. То есть, не знаю, за границей я могу рубить? Могу. Отлично. И этот вот кустарник можно спокойно рубить. Он, правда, меньше дает. Ладно, кстати, кустарник можно и полностью вырубить. Нафиг надо. А золото, интересно, редким ресурсом, по-моему, не считается. Просто дофига денег дает. Но редким ресурсом не считается. Мне кажется, это меня тут рабочего убьют. Слишком много. О, Карфаген, смотрите, добил этого чувака. Класс. Это здорово. Карфаген помогает. Хотя мы с ним не очень... Были здесь варваров? Ё-моё. Около сад... Появляются войны мятежников. Слишком большое несчастье в городе. Так. С Карфагеном и Осирией переговоры. Я бы, наверное, с Осирией улучшил. Блин, 190 науки. Ну, давайте. Надеюсь, я её не теряю, эту науку. При дворе судачат об одном знаменитом учёном и философе, прибывшем из дальних земель. Этот человек, как говорят, не стал служить бесчестному господину. Конфуций! Конфуций прибыл. Так. Попросить остаться его при дворе. Собрать советников, им есть что послушать. В Нишпуре появляется конфуцианство. Минус одно несчастье в год, ну и минус две муштры. Ну, плюс 20% культуры. Нет, давайте пригласим ко двору. И министром его назначим. Нет, слишком опасно. Давайте дисциплину повысим. Так, наместник скончался. Так, теперь... И что? Я его не могу назначить. Так, подожди, а где он тогда при дворе у меня? Вот, конфуций кроткий. Может служить наместником или... А, только наместник... То есть, какой-нибудь город назначить наместником. Жаль. Ну, давайте... В Катуру. В священный город Зороастризма. Так, где у нас тут мятежники появились? А, всего один. Так, у нас тут будут охотники, потому что сети есть. Как у нас отношение с семьей? Минус 156 ахимениды. Нет членов совета из их семьи. Так, ну, мне надо кого-то министров из ахименидов. Вот эту Амистриду назначу. О, минус 36. Так, и дипломатом можно будет. Гордию. Минус 0,6 это... Или много? Да не, у нас тут плюс 17. Нормально. Так. Сделали спеца. Ну, спасибо. Ферму. Блин, надо подумать, что тут делать. Вообще, давайте сначала займемся... У нас не так много приказов. Займемся вот этими восставшими. Так, теперь... Блин. Наверное, пострелять сначала надо. Так, ничего я никак не могу их добить. Мне реально надо апать лучников, потому что... Четырьмя прачниками стреляю и нифига не добиваю. Надо через реку лучше, или вообще сюда остановиться. Еще один приказ куплю. Да, у тебя реально приказов не хватает просто вообще. Так, ну я бы тут спецов на еду посадил. Да, слушайте, вот эта война с нумидийцами. Оказалось, ну еще плюс вот это налет воров. Ну, короче, защищать надо. Надо защищать, потому что будут постоянно эти налеты. Надеюсь, Карфаген мне тут тоже поможет. Блин, сколько их. Ну, скорее всего, и минус рабочий будет. Хотя он в лесу находится, поэтому так тяжело по нему идет. Хотя очень неплохо получилось, в принципе. Рим принимает иудаизм. Да, господи, что все в иудаизме? Я не понимаю. Столько вообще городов в иудаизме? Восемь. В зороастризме шесть. Так, почему все остальные в этой религии? Блин. Касси, надо за раастризм, наверное, в Карфаген. Разнести. Так, вот этого бы я апплодил. А, должен быть полностью здоров для апгрейда. Вау. Так, тогда подводим лучников. Да, это, конечно, тоже классная штука, что должен быть здоров для апгрейда. Я считаю, что это правильно. Тарфаген, завтра, безусом, накрытых. Потрачу один приказ полечиться Так, здесь достроились Просто тоже стоим, лечимся Пускай они его обстреливают Если хотят Блин, а что так слабенько? Давайте командира назначу Плюс 20% ксилиси отряд того же типа То есть это не значит прачники, а значит стреляющие Тут и лучники тоже будут влиять Так, тут стоим Вырубаем О, уже вырос лес Видите Прикол Хочу поплавать Немножко Так, что ж в столице Построили апостола Три хода до висячих садов И ход до оракула Зашибись Ну давайте, наверное, тут до старшего спецсада Ведем В Прафтасии В форум Блин, имеет ли смысл тут стены строить? То есть тут на меня могут только из себя сирийцы напасть И все Ладно, пастуха давайте Да, у меня явно нехватка армии А я тут поэтов делаю Вообще-то тупо, конечно Вообще-то армию надо строить Лучников У меня постоянно везде ее не хватает О, уже один старший специалист, кстати, где-то есть Это, по-моему, священник в святилище Нормальности Отныне вы известны как Теребоньк Архитектор Так, царь Карфагена Ой, у нас изменились отношения явно с Карфагеном Конфуции становится последователем зороастризма Интересно Так, лесное хозяйство открыли Обращать государственную религию И архив Мне кажется, вот это мне надо открывать Потому что архив науку дает У меня с наукой реальные проблемы Так Рудники и каменоломни Бессмысленно у меня в Персеполе Ну, там, по-моему, есть какой-то один рудник Ну, такой себе Красноречивый Цивики дает и дисциплина Давайте красноречивый лучше Так Прочинаете, что я не хочу тут до конца Качать Давайте вот просто по это сделаем Потом буду юниты строить Все-таки Так Вот этого надо апнуть Продолжение следует... Этого давайте апнем Вообще по армии О, Египет той же силы Ассирия просто сильнее Вавилон той же силы Рим сильнее Карфаген сильнее Окей Отношения с Карфагеном как? Минус 30 Ух ты, крит прошел Зашибись Тогда вот поэтому стреляем Потому что у него тут нету никаких Хотя и у этого нету бонусов Тогда поэтому Опять чуть-чуть не хватает добить Но по идее не убьют меня тут никого Но не должны во всяком случае Не хочу выходить Потому что тут еще эти прибегут Убьют его Блин, что Египет, что Греция Как бы Ну, давайте, наверное, с Греции Как-то у нас с Египтом Постоянно не очень С Грецией хоть Так Что у нас там Оракул дает Выработка Плюс 4 культуры Плюс 10 Вход за каждую религию Ну, то есть у нас плюс 20 Считайте А, плюс одна карта технологий И бесплатная шпионская сеть В каждом священном городе Вот это круто Вот у нас священный город Да, например, сюда можно отправить Так Ну, здесь у нас и так уже было А где у нас вообще священные города? Шариша есть Иуну есть Алтари Тут в Карфагене Не, ну в Конфуции пускай Наместником в городе будет Давайте вот Блин, ну это вообще какая-то фигня Минус 10 денег Не, я не буду никого Так, можно Дипломата Жалко все-таки Минус Культуру Я лучше вот этого Смердиса Так, что у нас по семьям? Ну, минус 12 Ахимениды Так, я забыл Пастбище дает фермам Это лагеря дают лесопилкам Значит Вот здесь лесопилку делаем Ах ils Что я Ах Зам Х Ах Ах Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так У нас уровень Давайте точность Это больше шанс крита Добиваем Чуть ближе подойду Хочу лечиться, потому что надо апать юниты, а пока они не вылечены, это невозможно Рабочие каменоломья неподалеку от Нишапур под толщей камня наткнулись на каменного исполина Изучим его размеры и стиль исполнения Наши мудрецы поразгласили, что прежде не встречали произведения этой культуры Как поступим со статуи? На обозрение подданным... Давайте на обозрение подданным Ради камня не будем разбирать Так, этого в туз А, уже принят? Блин Черт, у меня везде зарастризм принят Ладно, тогда пока стоим Строить мы ничего не можем У нас не открыто монашество Про атакую Не помешает Младший командир есть? Лучников строим Садарвази Апостол есть Но тут лучников, наверное, нет слишком долго А ведь тут можем катафракты, профианскую конницу строить из-за лошадей Но так как нету военных очков То тоже не особо получится Это вообще как-то все не особо в этом городе, конечно Давайте просто городской совет проведем Так, надо бы... Этого скаута куда-нибудь в Рим провести Что, гарнизон построить? Вообще нормально Вот тут гарнизон нормально Потому что он против Ассирии будет Так, этого мы не используем Этого лечим Я могу больше деревень Наверное, нет Наверное, нет Да, блин А, он походил полностью Блин, нафига я выкупал Клетки Ой, приказы Ладно, сюда пойду Ну и, пожалуй Сейчас мы построим висячие сады Это прекрасный момент для окончания серии Немножко пошли в развитие Но у нас большие проблемы с варварами и нумидийцами И мы... И плохие отношения с другими цивилизациями Честно говоря Я немножко пессимистично вперед смотрю И у нас большие проблемы еще с несчастьем Но это из-за того, что очень много нападений на нас было Имеем проблемки Ну, наш теребоньк уже незыблемый Мы достроили висячие сады Это прирост В городе И все города плюс 20% к приросту Царевича давайте в философию Я все надеюсь мудрого вырастить Я надеялся, что этот будет мудрый А он какой-то вообще тупой получился Но это уже в следующей серии Не забывайте комментировать Поддерживать Большое спасибо за поддержку Тем, кто становится спонсором канала Переходит на более высокий уровень Сейчас ваша поддержка как никогда нужна Украинцам еще больше нужна поддержка Так что и про них, пожалуйста, тоже не забывайте На этом все Продолжение спонсора канала могут уже сейчас поискать Для всех остальных оно появится завтра Играйте в умные игры И слава Украине Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok